Привет, друзья! С вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня мы поговорим о тех вопросах, которые вы задавали в прямом эфире 1 ноября. Вопросы вы задавали, соответственно, в описании. Сейчас мы обсудим самого нового вопроса, последнего вопроса на текущий момент, на момент записи данного обзора и, соответственно, далее по порядку. Я буду зачитывать вопросы и постараюсь их прокомментировать. И, соответственно, если ваш вопрос попал, то вы дальше можете также под этим видео прокомментировать, если осталось что-то непонятно или неясно. Если на вас вопрос я не ответил, вы можете задать его повторно, и мы его еще раз обсудим в комментариях. Поэтому поехали, друзья, чтобы не тратить время. Здравствуйте! У меня 6 ноября РВП закончился. Что мне делать? Скажите, пожалуйста. Я уже здесь отвечал, дал комментарий. Значит, он должен продлеваться в рамках указа 34-го. Есть там пункт 3-й. И как минимум действует до 31-го, 12-го. Ну и плюс у нас еще есть пояснение по поводу продления на более длительный срок. Потому что транспортное сообщение ни с одной стороны не открыто. Это в рамках пункта 1 нет соответствующего распоряжения. И поэтому, естественно, даже если он закончился в период действия указа, 6 ноября это период действия указа 34-го, он сейчас действует, соответственно, он также продлевается. Просто нужно, естественно, уточнить ОВМ и по возможности задачиться вопросом с подачей документов на какой-либо статус. Потому что все-таки от РВП нам нужно уходить, пока есть такая возможность в рамках закрытия транспортного сообщения. Дмитрий, я гражданка Украины, патент имею в собственность. На квоту раньше подавала, отказы постоянно. Если я на РВП подам, есть ли гарантии, что мне его не дадут? Здесь я ответил, что гарантий нет. Все здесь индивидуально, потому что, во-первых, могут быть какие-либо штрафы, нарушения сроков пребывания. Также у нас бывают вопросы, связанные со сменой фамилии и так далее. То есть здесь в рамках заполненного заявления приложены документы. А так основания есть, то есть именно по основанию вам не откажут. Потому что гражданство Украины дает возможность оформить РВП в соответствии с подпунктом 11, пункт 3, статьи 6, закон о правоположении иностранных граждан. Квота здесь не требуется. Добрый день, хотела подать на РВП, а потом сразу на гражданство. Гражданство Украины, прописка Донецкая. Но в отделе гражданства в Ленинграде сказали, что непрямый документ сначала нужно получить ВНЖ. Вам нужно... Во-первых, подать вы можете и на РВП, и на ВИД. Но в данном случае, в рамках этого закона, если вы находитесь на территории Каминградской области, то вы можете оформить по гражданству Украины РВП, здесь нет никаких проблем. И если вам отказывают или морочат голову, вы просто можете написать через прием обращений на сайте МВД. И соответствующее обращение либо на начальнику в районе Казакова Валентину Львовну, либо на начальнику управления по Калининградской области, описать ситуацию. И где-то в районе 15 дней приходит ответ. И возможно, что вам даже позвонят, потому что по ряду регионов есть такая практика. Но не должны отказывать, потому что у вас есть основания для оформления РВП. И может быть, конечно, у вас есть и с видом на жительство основания. Может быть, там у вас родители или сын гражданина России, например. То есть здесь, конечно, все индивидуально. Но именно в рамках РВП, то есть вы по гражданству Украины имеете право оформить его и в последующем сдать сразу на гражданство в соответствии с указом президента. Вот даже есть у вас здесь пояснение. Но у вас именно гражданство Украины, так что они не должны вам отказывать из каких-либо препятствий ставить в рамках закона. Поэтому здесь только рекомендую, может быть, по такой схеме получить соответствующее разъяснение и дальше повторно обратиться. Может быть, что-то вы неправильно поняли и вам не так разъяснили. Но право на оформление РВП есть. Вы первично оформляете РВП, а дальше по указу президента сдаете на гражданство в связи с пропиской в Донецке на 7-й и на 4-й от 14-го года. Добрый день, Дмитрий. У меня такой вопрос. Я гражданин Туркмении. Приехал в Российскую Федерацию по статусу переселенца. Уже приобрел недвижимость в городе Тулу. Хотел подать документы на вид на жительство, но справку о несудимости я, возможно, получу только через 3 месяца. По крайней мере, так написано на сайте посольства. Визу у меня заканчивается 7 декабря. У меня есть возможность ее продлить. И сколько раз ее можно продлевать? Во-первых, она физически не продлевается. Она будет автоматически продлеваться. И здесь станет вопрос по принятию документов. Есть практика, когда принимают документы с действующим миграционным учетом. Миграционный учет будет продлевать, если дальше будет действовать указ 34-й. А вот с визой вопрос открытый. Потому что физически она не может быть продлена, так как вы находитесь здесь без выезда. И она просто автоматически будет продлеваться. То есть у вас не будет нарушения визового режима. Но примут ли документы или нет, это вопрос открытый. Поэтому, естественно, это лучше вопрос уточнять в управлении. Есть практика, когда отказывают по регионам. Есть практика, когда принимают. Без справки об отсутствии судимости, естественно, вы не подойдите на статус. Это просто делать невозможно. Потому что у нас есть в регламенте и данная справка является обязательной. Поэтому уже будете решать по факту. Потому что мы не знаем, во-первых, что будет с указом после 31 декабря. Потому что это будет понятно в конце. И, соответственно, физически, то есть я еще раз повторю, виза сама по себе не продлевается. То есть ее нужно будет либо выезжать, либо, соответственно, подавать с юридически просроченной визой, но автоматически продленной в рамках указа 34. Об этом, конечно, я бы сейчас озадачил. Возможно, задал бы этот вопрос в управлении, где вы будете подавать. Либо написал также обращение, чтобы у вас было пояснение. Добрый день, Дмитрий. У меня такой вопрос. Я регистрировался в течение этого времени с мужем гражданином РФ. Три дня были в Санкт-Петербурге. В отделе мы приложили все документы. Когда я хотел подать на РФ через брак, мне сказали, что ваша регистрация недействительна. Но до окончания регистрации еще есть месяц. Могу я заново регистрироваться или как? Можно заново перерегистрироваться. Здесь вопросов нет. Вот единственный вопрос, что сейчас какое у вас будет основание. Патент, если вы осуществляете трудовую деятельность, естественно, его надо платить и сам по себе патент является основанием. То есть я бы рекомендовал просто перерегистрироваться в новом жилом помещении. Патент, оплаченный НДФЛ, будет являться основанием и, соответственно, дальше уже опять повторно подать. Потому что, я как понимаю, ее просто в базе не оказалось. Либо обратиться в отдел ОВМ с этой регистрацией, если она действительно была в жилом помещении, вы ее делали, то есть она легальная, просто для того, чтобы ее внесли. Бывает так, что регистрация оформлена, а в базе ее не внесли. Здравствуйте, Дмитрий. У меня вопрос. Муж гражданин России. Я сама гражданка Кыргызстана. Основание Дети. Подала документы в НЖ 4 месяца. Уже жду. Сколько времени должно прийти в ВИД на жительство? Прийти по ВИД на жительство? 4 месяца срок рассмотрения. Поэтому, если задержка, то это, в принципе, нормальные условия. Нужно на сайте отслеживать, то есть по готовности в ВИД на жительство. Я думаю, что просто это, скажем так, в рамках нагрузки вполне возможно. И 5, может быть, месяцев, и, может быть, и больше. Но если никаких вам вопросов не было, с вами созванец не вызывали, то я думаю, что все должно быть вполне, все должно быть в порядке. Здравствуйте. Я граждан Куркмени. Приехал в Россию по статусу переселенца. На родине я не подавал документы на программу. Могу ли я здесь подать? Мы только будем подавать документы на РВП. И правда ли это, что на программу я могу подать лишь тогда, когда я поработаю год с РВП? Ну, во-первых, чтобы здесь внутри подать, вам необходимо уже иметь РВП для того, чтобы подавать в регионе. Во-вторых, по поводу отработки год. Это вопрос по регионам, потому что у каждого свои требования. Подъемные выплаты. Если вам одобряют программу переселения, то, соответственно, вы согласовываете. То есть, там у вас будут подъемные на переселение, определенные гарантии, выплаты и так далее. Это уже вы обсуждаете с регионом, куда будете переселяться, потому что в каждом регионе разнится сумма и, соответственно, есть свои гарантии. Гражданин Украины не могу продлить учет и временную регистрацию по Москве. Собственные квартиры не хотят делать и продлевать временную регистрацию. Но, к сожалению, это в рамках договора. То есть, надо сразу обсуждать, когда вы заселяетесь в квартиру, либо арендуете ее. Вот перед моментом подписания договора аренды, если таковой вообще у вас есть, этот вопрос надо сразу обговаривать, потому что не все хотят ставить на миграционный счет иностранных граждан, потому что я уже говорил, что здесь можно попасть в поле зрения участкового, опять же, налоги и так далее, и так далее. Поэтому этот вопрос всегда сложный и открытый. Так что нужно обговаривать это сразу, если у вас есть такая проблема. «Здравствуйте, граждане Таджикистана. У меня есть вид на житие срок до 2023. У меня никаких оснований нет. Могу я как-то подавать на гражданство?» Все основания указаны, в принципе, в статье 14 законного правоположения граждан или в статье 13. Статья 13 – это общий порядок. То есть, когда ты живешь 5 лет, значит, непрерывно с видом на жительство и подаешь в общем порядке. Там срок осмотрения год и больше по указу президента. И второй вариант, вот вам совет дали по носитеровскому языку. В принципе, это ходовой вариант. Можно подавать каждый год на комиссию и, я думаю, что рано или поздно ее можно пройти. Также есть основания типа брака, может быть, по профессии. Ну, если никаких иных оснований в плане детей, родителей, то тогда, возможно, как альтернатива. Еще есть вариант с программой переселения рассмотреть, где вы проживаете. Может быть, например, открыть индивидуальное предпринимательство, поработать, проплатить налоги и тоже попробовать подать через программу переселения, чтобы... Это тоже вариант, в принципе, актуален. Несмотря на то, где вы проживаете с видом на жительство, то есть где у вас постоянное по виду на жительство. Расскажите, пожалуйста, принят ли закон про ЭВП для студентов? Если мы говорим про... по получению образования, то нет, пока его не приняли в первом чтении. Будем надеяться, что сейчас, может быть, после этих ограничений, праздников, указа президента, выходных дней, кто как их называет, локдаун и так далее, он встанет в повестке дня и, по крайней мере, в первом чтении пойдет рассмотрение. Я отслеживаю этот законопроект и, соответственно, сразу поясню. Скажите, пожалуйста, если у меня статус временного убежища официальный брат с гажетиной в РФ без выезда в Украину 8 лет, какой алгоритм действия для получения гражданства в РФ? Через РВП по браку и с общей детям дальше на гражданство сдаете. Вот такой, в принципе, один из вариантов. Либо можно на РВП по гражданству Украины, но здесь как на ваше усмотрение. Это альтернативный вариант. Скажите, пожалуйста, у меня статус временного убежища гражданки Украины через РВП по браку и гражданство Украины. Я вам еще раз прокомментировал. Здравствуйте. Я гражданин Киргизии. Я попала в запрет за то, что я не понял, как мне быть. Амнистию киргизистанцам дают или нет? Нужно сделать запрос в МВД для того, чтобы получить сведения по какой статье у вас запрет, какой срок, какое подразделение вам оформило на возвращение на въезд и дальше уже решать. Если вообще перспектива суда, обжалование и так далее. Вот я рекомендую сделать. Это можно сделать через прием обращений, чтобы официальный был у вас ответ, вы понимали, какие ограничения, в чем проблема. Потому что иначе это может продолжаться до бесконечности. То есть вы не будете понимать и сведений у вас нет и так далее. Что лучше получать официальные ответы. Хочу РВП уже 5 месяцев, никаких результатов нет. Как сделать? Скажите, пожалуйста, подробнее. Чтобы получить РВП, должны быть основания. Они есть все в статье 6, закон о правообложении на страны и граждан. Вкратце, это Украина, Молдова, Казахстан имеют право подать без квота. Это квота. Это по программе переселения РВП, по браку, по диплому. Вот, в принципе, основные такие статьи, пункты, точнее, этой статьи, по которой вы можете подать на РВП Российской Федерации. Добрый день, Дмитрий. Я получил РВП по супругу, а теперь несовершеннолетний гражданин РФ. Могу ли я без видного жительства подать на гражданство? Если вы состоите в браке с гражданином РФ, несовершеннолетний ребенок есть, то можно подать сразу, минуя вид на жительство, на гражданство брака, минуя вот этот ценз трехлетнего проживания в браке с гражданином России. То есть, РВП поставили штампику регистрации и готовите комплект документов на гражданство брака. Спасибо, друзья, что вы посмотрели данный небольшой обзор ответов на вопросы. Если у вас остались какие-то замечания, информация, вопросы, пояснения, вы можете их прописать в комментариях в описании. Основная информация также есть в телеграм-канале. Будем с вами на связи. Успехов вам и хороших выходных. Счастливо!